Сегодня правительство Чуваши одобрило проект закона, по которому в будущем году помощь в обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, будет предоставляться в виде единовременных денежных выплат. Кроме этого, на заседании Кабинета министров были внесены изменения в ряд республиканских законов. Чтобы привлечь российские и иностранные инвестиции в Чувашу, Министерство экономического развития представило проект закона об инвестиционном фонде. По мнению исполняющего обязанности министра Владимира Аврелькина, с помощью такого фонда в республике в будущем году удастся реализовать несколько инвестиционных проектов. Министерство строительства предлагает внести изменения в закон о регулировании градостроительной деятельности в Чувашии. Предлагается осуществлять без получения разрешения со стороны надзорных органов строительство сетей инженерно-технического обеспечения для объектов, не связанных с предпринимательской деятельностью. Михаил Игнатьев отметил, что тем самым упрощается процедура для тех, кто строит индивидуальное жилье, кто сам для себя создает комфортные условия жизни. На заседании также решили, что госжилинспекция будет контролировать целевое расходование денежных средств, которые направляются на капитальный ремонт многоквартирных домов. Также министры одобрили проект закона, который регламентирует изъятие земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности Чувашии. Поэтому мы должны предусмотреть все такие возможности, как будут определенные продавцы и покупатели использовать лазейки, которые останутся для них. По серым схемам, по другим схемам, ибо цена другая станет. Это опять ляжет на расходную часть бюджета. Это надо предусмотреть. И по максимуму закрыть все эти возможности, которые будут недобросовестные покупатели и продавцы работать. Продолжение следует...